Тайвань Тайвань Традиция пиратства на Тайване уходит корнями вглубь столетий. Окей, не столетий, но уж точно десятилетий. Начиная с 1960-х Тайвань переживал бурное развитие. Отход от традиционно-аграрно-пеодального устройства, курс на модернизацию и современные технологии, открытие границ, развитие международной торговли. Все это вызвало стремительный рост экономики и благосостояние тайваньских граждан. За два десятка лет ВМП Тайваня увеличилось втрое. Позже все эти реформы назовут тайваньским экономическим чудом, а сам Тайвань включат в число четырех азиатских тигров. Вместе с Южной Кореей, Гонконгом и Сингапуром. Видя такой живой и перспективный рынок, западные компании рванули открывать на Тайване свои представительства и производства. Конечно, тайваньский рабочий по-прежнему жил существенно беднее среднеевропейского или японского, так что и зарплату просили меньше. Позже производства начнут перемещаться в еще более бедные страны. Китай, потом Юг Азии. Но пока Тайвань. И вот на Тайване куча западных фабрик и торговых фирм. На рынке куча заморских товаров. Но львиная доля населения не может их себе позволить. При этом нет ни строгого надзора владельцев брендов, ни местных законов об авторских правах. Что произойдет в таких условиях? Правильно. Начнут выпускать дешевые подделки. Вернее так. Буйным цветом расцветет контрафакт. Уже в 60-х на Тайване начали массово выпускать нелицензионные книги и комиксы, детские игрушки, а особенно виниловые пластинки. Пиратский тайваньский винил с надписями на кривом чинглише сегодня даже интересует коллекционеров. Но в конце 70-х на Тайвань прибывает модное развлечение – видеоигры. Точнее, клубы с аркадными игровыми автоматами. Это была настоящая бомба. Молодежь сходит с ума и ломится толпами играть в Galaxy and Asteroids. Старшее поколение, воспитанное в традиционных китайских ценностях, возмущено этими злачными заведениями. Но прогресс не удержать. Очень скоро аркадные автоматы тоже начнут производить на месте. Сначала по лицензии, а потом и левые – пиратские. Их охотно покупают и западные владельцы клубов. Дешевле же. К началу 80-х на Тайване уже вовсю производится паленая техника. Впускаются пиратские аркадные автоматы, открылась куча игровых клубов. Все условия для того, чтобы игровое пиратство зацвело и заколосилось. Но начиналось все для тайваньских пиратов не совсем радужно. В стране запретили видеоигры. Вообще запретили. В конце 70-х на Тайване к власти пришло консервативное правительство и озаботилось моральным обликом молодежи. И видеоигры в этот облик совсем не вписывались. Их просто решили приравнять к азартным играм и казино, которые уже давно были запрещены. Первыми под удар попали аркадные клубы. Весной 82-го года были закрыты все клубы с пиратскими автоматами. Владельцам лицензионных автоматов дали еще несколько месяцев, но летом в 82-м прикрыли и их тоже. Все автоматы были изъяты, причем пиратам за них не заплатили ни копейки. А вот за лицензионные выплачивалась компенсация, на что выделили из бюджета солидную сумму. Производство новых автоматов тоже остановилось. На самом деле основания для запрета были. В клубах частенько стояли по соседству игровые автоматы и казиношный слот машины. Школьники вместо занятий топали в эти мутные заведения, где спускали все карманные деньги. В общем, порядок нужно было наводить. Ну вот и навели. Запрет аркадных игр оставил без работы многих молодых программистов и инженеров, мечтавших связать карьеру с разработкой игр. Большинство из них в итоге занялись компьютерным софтом и железом, что дало мощный толчок тайваньской IT-индустрии. Правда, ценой тайваньского игропрома. Одновременно был остановлен и импорт игровых консолей. Заодно, кстати, почему-то и японской бытовой техники. В чем провинились холодильники и магнитофоны, непонятно. Вот так Тайвань, будущая столица игрового пиратства, стала первой страной в мире, запретившей видеоигры. Однако строгий запрет продержался недолго. Через 3-4 года тайваньский бизнес начал пробивать себе первые послабления. В 87-м году аркадные клубы снова разрешили открыть, но теперь в них пускали только с 18 лет. Их регулярно инспектировала полиция, выгоняя пробравшихся школьников. Подпольные же клубы существовали все время запрета. Они прятались в подвалах торговых центров и в тесных переулках. На них устанавливали облавы, их закрывали, но все геймеры знали, где откроется очередной нелегальный аркадный клуб. Азартный и казиношный автоматовник, конечно, тоже были. Что же до консолей? В них не видели такой угрозы моральным устоем и следили за ними спустя рукава. В начале 80-х домашних консолей на Тайване было еще очень мало. И это были в основном Atari 2600 и японские Sega SG1000. Их завозили мелкими партиями туристы или студенты по обмену. То есть в сущности контрабанды. Ну а копировать эти приставки и выпускать местные клоны и картриджи почему-то забыли запретить. Дорога пиратам была открыта. Дорога пиратам была открыта.